Здарова народ, как у вас дела? Мы сегодня с вами снова поиграем в одну диомную миссию в GTA San Andreas. Так вот, сразу же задам вам вопрос. Помните ли вы такую миссию в GTA San Andreas под названием «Рыба в бочке»? Я её помню. Я её прекрасно помню, поскольку для меня эта миссия является самой лёгкой вообще во всей GTA San Andreas. Поскольку там мы видим лишь одну кат-сцену. Насколько я помню, Ранфали, Вузи и Карл Джонсон становятся соучредителями казино Четырёх Драконов. Но есть одна особенность. Примерно 4 года назад, если не ошибаюсь, или даже 5 лет назад, мододелы сделали диомную миссию, которая, как им кажется в бета-версии, должна была играться чуть по-другому. То есть, в миссии «Рыба в бочке» у Карла Джонсона было особое задание, и перед тем, как они подписали контракт о соучредительстве, Карл Джонсон должен был кое-что сделать. Так вот, я скачал эту миссию, и мы сегодня с вами на неё посмотрим. А перед просмотром ролика хочу порекомендовать вам канал Дэна, на котором вы найдёте самый разносторонний контент на Ютубе. Обзоры на фильмы, туториалы по программам для монтирования, обзоры периферий, а также разговорные и игровые стримы, на которых авторы общаются со своей аудиторией. Ссылка на канал находится в описании. Ну, будем считать, бета-миссия из GTA San Andreas. «Рыба в бочке». Давайте начинать. Итак, диомная миссия, поехали. Надеюсь, вы, кстати, сейчас не оглохнете от телефонного звонка, потому что для меня это было... Очень громко! Но если что, в редакторе звук потише сделаем. Да! Карл, это Вузи. Я насчёт контракта над владением нашим казино. Ты же всё ещё согласен? Конечно! Спасибо, Карл. Ранфали должен присутствовать при этом событии. Заедь в казино, там мы поговорим. Окей, и вот у нас с вами начинается та самая миссия «Рыба в бочке». Давайте, без лишних слов, начинать. Угу. «Рыба в бочке». Кстати, буква «Ч» классно написана. Итак, мод сделан неким G3T. CJ! Или там CJ, не знаю. CJ! «Босс велел передать тебе это. Ранфали ожидает в аэропорту». Ладно, я понял. Но, судя по всему, теперь вместо этого водила я прыгаю. Да, в лимузин? Да. Угу, точно. Окей, друзья, поехали забирать мистера Ранфали из аэропорта. Направляйтесь в аэропорт. Погнали. Так что вот. Я, кстати, никогда подобные миссии вообще не проходил. Ну, в принципе, если вы смотрели видео Call of Duty 4 Modern Warfare 1 в GTA San Andreas, то там я рассказывал о том, что диомные миссии я запускал тогда в первый раз. Сейчас уже получается второй. И если у вас есть какие-то интересные миссии, на которые вы хотите, чтобы я посмотрел, то пишите об этом, конечно же, в комментариях. Кстати, надо будет еще пролистать комментарии под прошлой диомной миссией, посмотреть, может, там есть какие-то варианты. Я, если честно, забыл уже про них. А так, я находил какие-то спецоперации, морпехи Сан-Франциско, модификации, еще что-то. В общем, подберу какой-нибудь списочек, а там дальше посмотрим. Итак, собственно, вот аэропорт. Мы с вами прибыли. Таксист, давай быстрее, давай! У меня тут мега-встреча с мистером Ранфали. Угу. Так, заезжаем. Подъедь к одному из ангаров. Понял, нет проблем. И, знаете, погодные условия резко поменялись, кстати. По-моему, PlayStation 2 освещение исчезло куда-то. Я не знаю почему, но ладно. В общем, так надо было, как говорится. Так, ну ладно, в общем, подъедем тогда к этому ангару. О, нас тут уже ожидают. Здорово, пацаны. О, это ж Зиро. Наконец-то. Доставьте мистера Ранфали в казино босса. Отвезите мистера Ранфали в казино 4 дракона. Здоровье. Окей, ладненько, я понял вас. Хорошо, как бы нет проблем. Но я думаю, сейчас будет какая-то проблема, потому что, как вы знаете, в Сан-Андресе обычных заданий с доставкой людей, с доставкой груза не бывает. Нет, нет, не бывает. Об этом прекрасно говорят такие моды, как GTA 3 Frosted Winter или GTA Vice City Shine of Ice. GTA Vice City 2. Да, какая-то сцена теперь происходит у нас. Мафия Синдако следила за вами. Ой-ой. Мне придется выходить из лимузина, да? О, боже мой. Слушайте, ребят, по-моему, у нас маленькая проблемка. По-моему, у нас не маленькая проблемка. Твою мать, ребята. Слушайте, такого я не ожидал. Вот серьезно. Такого поворота событий я не ожидал. Я нашел, как цветокоррекция, кстати, работает. Каждый раз, когда я нажимаю паузу на записи, почему-то цветокоррекция становится обычной. Ладно, сейчас все будет. А, кстати, народ, знаете, что забыл добавить? Самое главное. В комментариях вы найдете ссылку на скачку этого мода. То есть для того, чтобы его запустить, вам нужно будет установить диом в папку мои документы GTA StandRes. Ну, я думаю, вы разберете, как это сделать. И, в принципе, все. Просто закинуть нужные файлы в папку с игрой. Изи-пизи, лемон-сквизи. А, и вот, кстати, есть еще один вопрос к мододелам. А какого черта мы в этой миссии вообще подбираем Зиру? И что он тут делает по сюжету? Если не ошибаюсь, то он, по идее, все это время должен был оставаться в казино. То есть он как бы был соучредителем плана по ограблению казино Каллигу, но тут неожиданно он откуда-то появляется. По-моему, здесь идет какая-то несостыковка с сюжетом с Сен-Андрес. Ну, ладно. Как бы мододелам лучше. А, слушай. А я понял, в чем прикол. Это скин. А, все. Я догадался. Да. Зиру это должен был быть ран фали, по идее. Так, давайте в этот раз направо так вот завернем. Итак, еще раз смотрим на мафию Синдака. Да, вот она прибыла. А мы с вами сваливаем этих... О, нет! О, нет! Нет, 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 нет. Все, все, спокойно, спокойно. А у нас еще тут будут люди с банды Синдака, нет? Я даже без понятия, они там едут за мной или нет. На самом деле, надеюсь, что нет. Ну, слушайте, на самом деле, знаете, что я могу сказать? Если это вся миссия, вот эта рыба в бочке, да, Диомная, и если она действительно такой должна была быть изначально в сюжетке Сан-Андреса, то мне кажется, хорошо, что они избавились от этого геймплея, поскольку, не знаю, ближе к концу игры, я думаю, каждому игроку надоедало уже проходить вот эти вот все однотипные задания, да? И, по-моему, посмотреть на катсцену, как в миссии исчезновения лавы в GTA 3 было гораздо круче, как мне кажется. Окей, мы с вами... Ага, все, ран фали доставили. Дальше. Переворот. Что? Твою мать, что? Так, ребят, спокойно, спокойно. Я, кажется, понял, что происходит. На самом деле, судя по всему... Сейчас объясню. Есть, пожалуй, логическое объяснение тому, что было. Вообще, это снова запустилась миссия с колдой, потому что я ее не сносил перед установкой вот этой вот второй Диомной миссии Рыба в бочке. Поэтому, судя по всему, именно она запустилась по какому-то определенному списку, то есть здесь можно вызывать меню в этом Диоме и выбирать миссии между собой. И, судя по всему, я просто из того, что не удалил ее, по скрипту сразу же запустилась следующая миссия. Ну, не по скрипту, но, в общем, вы поняли. И у меня есть одна идея, как еще можно эту миссию пройти. Это не то, чтобы альтернативный способ, но было бы гораздо прикольнее, если было так, как сейчас покажу я. Только перед этим мы введем один чит-код. Вот, чит-код активирован. Этот чит-код будет на оружие. И введем еще один ваш любимый чит-код, который, я думаю, знают все. Ооо, аж уважение повышено. И вот с этим чит-кодом я сейчас снова хочу отправиться в аэропорт, встретить мистера Ранфали в скобочках Зиро. Ну, в общем, вы понимаете, встретимся, как говорится, в аэропорту. Кстати, оно и видно. Вы видите то, что здесь скин морпеха используется? Вот, видите, скин морпеха, да. Да, пожалуй, мне следует очищать каждый раз GTA San Andreas, перед тем, как я соберусь ставить следующую миссию. Иначе возникнет такая проблема по типу реплейса скина пешеходов и тому подобного. Кстати, как вариант, можно было с помощью чита на летающей машины залететь в аэропорт. Ну, ладно, в этот раз я так делать не буду. Так вот, собственно, что я задумал, спросите в этой миссии. Ничего особенного, я просто хочу избавиться от всех людей Синдака, которые позарятся на нашего мистера Зиро. Или же Ранфали. Так, сейчас главное не сдавить его. Спасибо. Довольно круто. Да, 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 все-таки здесь реплейс скина какой-то должен был быть. Ой. Зиро, брат, ты жив? Залази, залази. Я уж подумал, что все было испорчено. Позарились на святой сюжетной линии такой GTA. Окей. Просто убьем всех чуваков Синдака. Ну, мне почему-то так хочется. Просто хочу и все. Не спрашивайте, почему. Итак, выезжаем. Кстати, в прошлый раз я чуть, опять же, не зафейлил эту миссию. Довольно глупым моментом. Ну, ладно. Чит на бессмертие прописать не буду. Мафия Синдаку следила за вами. Да, тут, кстати, даже отметок, по-моему, нету. Так. Тихо, тихо, тихо. О, у меня, у меня оружие пропало. Куча черта. Во. А, тут еще свои пацаны есть, кстати. А они, случайно, не из воздуха только что появились? У меня такое чувство было, как будто я их уже убивал тут. Эти курят, им пофиг. А, еще полиция прибыла. Этого убили. Во, нужен был, да, красивый выстрел по водителю. Эээ, фак ю. Вот как тут си джейм просто поспоришь после такого? Вот. А, полиция? Да пофиг. Так даже интереснее эту миссию проходить. И тебя убиваем. Все. Я считаю, что подобным способом проходить миссию было бы гораздо лучше. Потому что, эээ, либо вас должны были бы преследовать именно, эээ, бандюки Синдака, мафия Синдака. Либо вам нужно было бы просто с ними разобраться по чистую. То, что мы уезжаем от, эээ, там сколько их, не знаю, бандюков 10, от десяточки бандюков, которые просто перегородили вход. Мне кажется, это не особо интересно, поэтому я придал немного шарма этой миссии, как говорится. Кстати, шкала здоровья здесь не обязательная, потому что хп не убавляется у лимузина. Или это хп ран фалии, неизвестно, в общем. И, народ, по второму кругу миссия заканчивается. Собственно, это все, что я хотел вам показать в сегодняшнем ролике. И напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой миссии. Как вы считаете, такому реплейсу имело место быть? Или все-таки хорошо, что у нас появилась просто одна полноценная катсцена? Так, чтобы уберечь вас от Call of Duty 4 снова, да, я, пожалуй, сразу тут паузу нажму. Ладно, друзья, спасибо большое за просмотр ролика. Если вам понравилось, оценивайте его, конечно же, положительнее. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Продолжаем дорогу к 200 тысячам подписчиков на канале. С вами был Спектр. Также пишите свои интересные миссии, диомные миссии в комментариях. На повестке дня у нас с вами некоторые удаленные миссии из бета GTA San Andreas. Да, я про них знаю, даже когда-то видео делал. Ну, в общем, услышимся, увидимся с вами в следующих роликах. А пока что удачного вам дня и всем пока.